Валерий Седов В Рязани прошла шестая всероссийская научно-практическая конференция «Символы России. История и современность». 26 апреля 2018 года прошло заседание Рязанской городской думы. На нем было рассмотрено больше 20 вопросов, самые важные из которых касались именно изменения правил землепользования и застройки. Подробности далее. Изменения правил землепользования и застройки связаны со строительством именно социально важных объектов. Ранее в Рязани осуществлялась точечная застройка. Против нее выступало много городских активистов. Минус в том, что при таком строительстве социально важные и значимые объекты находятся вдали от людей. Сейчас власти города решили исправить сложившуюся ситуацию. Например, в Кольном изменится граница территориальных зон, таких как городские парки, скверы и бульвары, а также зоны общественно-жилой застройки. На территории Кольного, это территория, на территории, как я уже неоднократно говорил, будет построен детский сад, потому что мы с вами все видим тот мощный развивающийся кластер в данном районе. Конечно, социальные объекты там необходимы. Сейчас планируется увеличение как парковочных зон, так и преобладание комплексной застройки города надточечной. Так, в районе Дашково-Песочня предполагается создание новых микрорайонов. Изменения в правилах землепользования и застройки корректируют границы нескольких зон. Здесь предусмотрено комплексное освоение территории с сохранением объектов озеленения, развитием социальной инфраструктуры и благоустройством. Когда проект планировки территории изготавливается с учетом всех архитектурных норм, у жильцов не возникает проблем ни с парковочным пространством, ни с игровыми зонами, ни с спортивными зонами, ни с зонами озеленения, парками и прогулочными дорожками. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы город шел к комплексной застройке. На заседании говорили еще об одной территории. На 5 июня назначены публичные слушания по вопросу изменения в генплан. Это дом номер 48 на улице Высоковольтной. Там планируется провести реконструкцию здания для создания комплекса учебных, выставочных и офисных площадей для обеспечения деятельности по демонстрации медицинских приборов, обучению работы с ними. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. День Победы – праздник без преувеличения святой для всех жителей нашей страны. Символом Великой Победы стали вечные огни. Именно их состояние отправились проверять активисты ОНФ. Подробнее расскажет Мария Рудая. Память священна. В центре Рязани на площади Победы состоялась патриотическая акция «Вечный огонь-2018». Главная цель – привести в порядок все вечные огни и огни памяти региона. На сегодняшний день их более 40. Волонтер ОНФ Глеб Шабонин, несмотря на дождь, решил принять участие в акции. Он говорит, кто, если не мы. За моей спиной, где указан Герой Советского Союза, там брат моего прадеда Черняев Алексей Ильич, который получил медаль Героя Советского Союза за форсирование Днепра в 1942 году, если я не ошибаюсь. Может быть, в 1943. Маршрут у представителей молодежки ОНФ не близкий. Три машины отправились в Михайловский, Скопинский районы, Пронск, Клепики, Касимов, Петелина, Сасово, Рыбное, Шилово, Ухлова, Сарай и так далее. Первая акция была в прошлом году. Был выявлен ряд недостатков, который очень оперативно был направлен в правительство Рязанской области. И местные власти при поддержке региональных очень быстро все устранили. И празднование 9 мая в населенных пунктах региона состоялось на достаточно высоком уровне. Напутствовал волонтеров ветеран Великой Отечественной войны Герман Грибакин. Он отдал вооруженным силам более 30 лет. Сначала он был летчиком, потом штурманом и автомобилистом. На груди Германа Николаевича более 40 орденов и медалей. Самое близкое к сердцу – медаль за доблесть и труд в годы Великой Отечественной войны. Сейчас ему 89 лет, а его общий трудовой стаж перешагнул за 70 лет. Он полон сил и, несмотря на дождь, пришел пообщаться с молодежью. Это огонь, символ победы, символ наших достижений. И вот что ценно, что молодежь активно принимает это участие. Первый вечный огонь появился в Рязани в 1975 году. С тех пор он является негаснущим напоминанием о великих людях и великих свершениях. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 7 человек получили травмы. В регионе произошло 37 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторами Дорожно-патрульной службы ГИБДД выявлено свыше 7 тысяч нарушений правил дорожного движения. Задержано 8 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Вечером 25 апреля на 65-м километре автодороги Спасклепики-Рязань произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало 4 человека. По предварительной информации, автомобиль «Шевроле Нива», водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя стоящими машинами. «Лада Калина», «Киа Спектра» и «Хиндай Ай-30». В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобилей «Шевроле Нива» и «Лада Калина» доставляют в медицинское учреждение. Медицинской помощи также понадобилась 19-летней пассажирке автомобиля «Лада Калина» и 36-летней пассажирке автомобиля «Киа Спектра». По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. Еще одна авария произошла сегодня, 26 апреля, в 7.30 на Касимовском шоссе. 50-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем ВАЗ-2112, совершил наезд на 15-летнюю девушку. По предварительной информации, она переходила дорогу вдалеке от регулируемого пешеходного перехода. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Для православных церковь, как и кладбище, являются святыми местами. Убежденные верующие стараются даже разговаривать в этих местах куда тише. Однако всегда есть вандалы, которые оскверняют общепринятые святыни. В полицию сообщили об осквернении могил Никольского кладбища и православного храма в Скопине. Злоумышленник расклеил на входной двери храма страницы из Ветхого Завета, расписанные различными ругательствами. Он также сломал три надгробных креста. Но на этом разрушитель не остановился. У местного полицейского участка обнаружили пакет, в котором лежали два куска мыла, запрещенной символикой, и записка с оскорблениями и угрозами в адрес сотрудников. Ранее злоумышленник уже совершал преступление. Он разбил стекла в зданиях городской и районной администрации. Это и помогло поймать юного вандала. По приезду на место происшествия экспертам криминалистической группы МВД России Скопинский с места происшествия были изъяты следи рук и следы обуви, а также записи с камер наружного видеонаблюдения. Патруль заметил молодого парня, подходящего под описание у здания ГИБДД. Во время задержания подозреваемый брызнул в одного из полицейских газом из перцового баллончика. В его рюкзаке обнаружились перчатки, молоток, а в кармане куртки лежал складной нож, который он использовал при прокалывании шин. Холодное оружие вандал считал своим оберегом. По словам задержанного, им двигало желание причинить вред. Он знал, что его поймают, но не рассчитывал на такой быстрый финал. В отношении 20-летнего жителя Скопина возбуждено уголовное дело и проводится расследование произошедших событий. На базе Рязанского государственного медицинского университета прошел мастер-класс, где врачи из Тульской области и Калуги осваивали технику хирургического лечения рака толстой кишки. По окончанию мероприятия все участники получили свидетельство из рук ректора вуза Романа Калинина. Подробности далее. Более 10 часов на ногах в борьбе за чужую жизнь. Часто именно так проходят сложные операции. В ветлабе Рязанского медицинского университета под руководством заведующего кафедры акушерства и гинекологии РязГМУ главного врача УКБ Дмитрия Хубезова оперируют практикующие хирурги из Тульской области и Калуги. Мастер-класс по лечению рака толстой кишки начался в реальной операционной рано утром. Тогда гости просто наблюдали за ходом двух операций. Далее уже на базе РязГМУ повторили все манипуляции на лабораторном животном. После чего все участники получили свидетельство об окончании мастер-класса из рук ректора вуза профессора Романа Калинина. Главная цель наша, наверное, совместно с Романом Андреевичем, мы это много раз говорили, чтобы все-таки при всей, так сказать, креативности, эксклюзивности наших лидеров-хирургов, чтобы это все тиражировалось, чтобы в отделении оперировал не один человек, не два, так сказать, а много. Уникальный опыт взаимодействия областных больниц и университетов. Наверное, это пока то, чему, может быть, коллегам необходимо идти или всем вузам, чтобы выстраивать такие же хорошие партнерские отношения, когда идет сначала один этап работы, там, другой. Здесь это только образовательные составляющие, потому что на самом деле они все это глубже, и это идет та работа системная, которая выстроена. Хирург истолог Григорий Саневич в профессии 25 лет. Он признает, что общение с рязанскими коллегами для него более чем полезно. Курс живой хирургии, операции на Ветлабе, она тоже очень важна для нас, потому что, например, в нашей больнице мы делаем открытые операции, а лапароскопические только осваиваем. И приобретение практических навыков, оно очень важно для хирургов. Важно, что по возвращении домой все врачи будут внедрять лапароскопические технологии в свою практику, после чего они пригласят с ответным визитом рязанских специалистов. По мнению заведующего кафедры акушерства и гинекологии РязГМО Дмитрия Хубезова, врач – это та профессия, в которой необходимо постоянно развиваться и совершенствоваться. И обмен опытом является неотъемлемой частью этого процесса. По сути, смысл всех конференций – мы ездим, смотрим, кто как делает, и уже мы понимаем, кому надо проситься приехать посмотреть вживую. Для этого все вот эти международные съезды и конференции нужны, чтобы понять, кому поехать на стажировку. По крайней мере, я для себя поступаю так. То же самое и для наших коллег, я думаю, получили пошаговую инструкцию, как делать. С собой мы им дадим лекции, с собой мы им вышли потом фильмы, то, что они сегодня увидели. Я, например, перед каждой операцией всегда смотрю видео ведущих хирургов мира, чтобы понять, как я буду операцию делать на следующий день. Это очень полезно. Медицина не стоит на месте. Постоянно внедряются новые разработки, которые позволяют увидеть то, что раньше было скрыто от глаз. Лечение, диагностика и даже операции. Лапароскопия, по словам врачей, метод эффективный и в то же время малотравматичный. После такой операции больной может на пятый день идти домой. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». История знает много случаев, когда менялось государство, а вместе с ним менялась и его символика. Флаги, гербы, нашивки. Все это преобразовывалось неоднократно. Россия исключением не стала. Окунуться в историю и растолковать значение каждой символики попытались рязанцы на шестой всероссийской, ночно-практической конференции «Символы России. История и современность». Каждый город, каждая губерния в настоящий момент имеет свой герб. Для рязанцев это уже привычный князь в золотом поле. Для России – двуглавый орел. Дело в том, что рассмотрение любого символа, любого элемента герарики, что требует? Конкретно исторического подхода. Где, как это использовалось, как зародилось, как объяснялось, толковалось. Потому что один и тот же символ, он имеет очень разные толкования и смыслы тем, кто их использует в разное время, при разных обстоятельствах. Цель конференции – не только формирование интереса к отечественной истории, но и укрепление духовно-нравственных основ общества. Особенностью шестой конференции стала работа малой секции «Символы Малой Родины», направленной на воспитание благодарной памяти, гордости, любви и уважения к Родине. На секции затронули вопросы использования герардики Родины в патриотическом воспитании подрастающего поколения для формирования духовной идентичности юных граждан страны. В конференции приняли участие представители руководства федеральных органов власти, российского военно-исторического общества, а также общественные активисты и многие другие. Я думаю, что наша конференция будет способствовать тому, чтобы формировать у людей, у жителей Рязанской области, у молодежи, прежде всего, уважительное отношение к исторической, традиционной и новой символике. По итогам конференции планируется издать сборник материалов. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». На майские праздники в Рязани пройдет более 200 общегородских мероприятий. Об этом сообщил сайт мэрии. В сообщении сказано, что это будут как традиционные события, так и совершенно новые, подготовленные специально в этом году. При поддержке регионального правительства в 2018 году в городе впервые пройдет марафон флагов городов-героев. 1 мая в 9 часов утра состоится традиционное шествие, посвященное празднику весны и труда. Более 20 тысяч рязанцев пройдут от Площади Победы до Соборной. Спустя час там состоится концерт творческих коллективов города. 2 мая в 16 часов улица Почтовая станет стилизованной площадкой с тематическими зонами «Мир», «Труд», «Май». Будут установлены арт-объекты, размещены выставки военной и раритетной техники, находки поисковых экспедиций. На городском празднике рязанцы смогут поучаствовать в акции «Реорита», в дворовых играх, принять участие в мастер-классах по изготовлению фронтовых писем, показе мод и потанцевать под духовой оркестр. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустным не бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Природа ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52-53-54. Субтитры подогнал «Симон»